Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Переносят электросети и решают проблемы с переврезками на водоводе. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт заводского шоссе. Селедка и минтай подорожают. Чем вызвано повышение цен, расскажем в новостях экономики. Баскетбольный клуб Самара начал очередной спортивный сезон с крупной победой. Кубок памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова среди мужских команд в очередной раз выиграли волжане. Оформляют фасад и занимаются внешним благоустройством. В Самаре с опережением графика идет строительство нового детского сада на улице Ташкентской. Глава города Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и узнала, как идут работы. Мэр также проконтролировала строительство еще двух социальных объектов. Возведение второго корпуса школы на пятой просеке и детский сад на улице Подшипниковой. Подробности в сюжете. Глава города Елена Лапушкина в котором будет располагаться актовый зал школы. Параллельно идет отделка внутри готовых помещений. Практически завершены работы уже по подведению внешних коммуникаций. В самом здании уже собран теплоузел и продолжаются работы по внутренней отделке тех частей зданий, по которым уже закончены все общестроительные монолитные работы. График очень плотный, жесткий. Подрядчик предпримет все усилия по увеличению численности рабочих на объекте для того, чтобы успеть в срок завершить этот объект в текущем году. А вот на улице Ташкентской строительство детского сада идет с опережением. Графика на финишной прямой работы по отделке фасада здания. Выполнены все внутренние перегородки, завершили штукатурку и шпаклевку. Также в здании провели все внутренние коммуникации. Сейчас занимаются внешним благоустройством. В ближайшее время покроют щебенкой проезда вокруг детского сада. Все силы подрядчик бросит на подведение теплотрассы к объекту, чтобы внутри было тепло и рабочие смогли завершить внутреннюю отделку. Ввести в эксплуатацию объект тоже должны до конца этого года. Детский сад сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Раньше на этом месте был ведомственный садик от Минобороны. Потом здание долго пустовало, его подтопляло. Но после передачи земли муниципалитету здесь начали возводить новый детский сад. Сама коробка здания готова, идет отделка фасада. Из-за подтоплений потребовался дополнительный дренаж. Сейчас все проблемы устранены. Проведены внутренние коммуникации. Подрядчик подключает объект к тепловым сетям. Кровля тоже готова. С начала следующей недели рабочие займутся внешним благоустройством. Сроки ввода в эксплуатацию остаются прежними до конца года. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Проинспектировала глава города и ремонтные работы на заводском шоссе. Реконструкция длится уже не первый год. Сейчас подрядчики работают над перекладкой электросети и переврезками на водоводе. Когда все участки шоссе откроют для движения, расскажем в сюжете. За время реконструкции заводского шоссе построили фактически новую дорогу на участке почти в три километра. Шоссе ни разу не перекрывали полностью. Ремонт шел по полосам. Сейчас из четырех полос одна недоступна для движения. Глава Самары Елена Лапушкина выехала на место и проверила, как идет перекладка электросетей, что были под проезжей частью и ремонт дороги. Там, где подборную стенку мы сделали, мы черним. Там тоже работы ведутся. Сейчас вот тротуар откроется. Мы еще порядка семь человек добавим на тротуар построить. Здесь по проезжей части это механизированные работы. Здесь ручных нет работы. Субподрядчики по кабелям работают. В принципе, двигаются. Говорю, завтра обещают нам переключить после обеда. На первом отрезке от 22-го партсъезда до поворота на Мальцево вскрыт верхний слой грунта. Прорыты траншеи, куда будут перекладывать электрокабель. И в начале следующей недели участок передадут субподрядчикам для обустройства четвертой полосы движения. Далее подрядчик переходит за улицей Мальцево в сторону железнодорожного переезда, в сторону улицы Аврора. И делает оставшийся отрезок данной дороги с выполнением последней полосы. Параллельно на объекте ведутся работы по обустройству освещения, завершению работы по возведению тротуаров, ограждения. Также на следующей неделе подрядчик планирует осуществить разметку уже в финишном варианте из пластика на построенной части этой дороги. Ждет подрядчика и переключений на водоводе, которые зависят от ресурсоснабжающей организации. У нас есть участки, которые нужно переключить на новые магистрали. То есть на всем промежутке заводского шоссе на сегодняшний день построены новые водоводы. Они разного сечения, они питают предприятия, они питают город, магистральные. То есть все это уже построено. На сегодняшний день нужно старые изношенные сети отключить и врезаться в новые сети. По информации департамента градостроительства, теперь должна пройти встреча ресурсников и подрядчика, чтобы договориться, когда произойдут переврезки на водоводе. Это также ускорит завершение реконструкции шоссе, а открыть полностью его должны до конца ноября. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. В Думе городского округа Самара сегодня прошло 20-е заседание депутатов 7-го созыва. Городские депутаты рассмотрели 12 вопросов. В обсуждении приняла участие глава города Елена Лапушкина. С подробностями Гольфия Сафина. Внесение изменений в порядок и условия приватизации муниципального имущества города и приведение в соответствие федеральных требований положения контрольно-счетной палаты. Эти и другие актуальные общегородские вопросы обсудили депутаты городской думы 7-го созыва сегодня на 20-м заседании. На повестке дня и досрочное прекращение полномочий депутатов гордумы Михаила Натальчука и Вячеслава Дормидонтова. Они уходят работать в областной парламент. Победили и сегодня уже представляют интересы жителей Сабратской области, нашего города. Пароминтарием стали областного масштаба. Мы рады, поздравляем их. Есть процедурные вопросы. Один представлял совет в Думе Кировского совета, другой в железнодорожном районе. Поэтому нам сегодня процедурный вопрос, вывод на основных заявлений. И вот кировчане уже определились своим депутатом. Совет депутатов Кировского района делегировал в Думу городского округа Самара вместо ушедшего Виталия Дормидонтова Алексея Авдеева. Новоявленный депутат изъявил желание работать в комитете, который отвечает за работу сферы ЖКХ, где у него имеется большой опыт. Спасибо, уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием и великим желанием присоединюсь к работе в городской думе и буду работать на благо наших граждан. Одним из ключевых направлений работы городских властей остается развитие дошкольного и школьного образования, в том числе укрепление сотрудничества с частными школами и детскими садами. Негосударственные образовательные учреждения берут на себя часть нагрузки, реализуя утвержденные в стране программы начального и среднего образования. Части из них субсидируются, включая средства правительства Самарской области. Положительные результаты взаимного сотрудничества не заставляют себя ждать. На заседании городской думы почетным знаком за заслуги перед городским сообществом наградили директора частной школы Татьяну Садовникову. Мы будем стараться, все наши школы, наши школы в том числе, соответствовать той высокой планке, которую держит ваше самарское образование. Спасибо вам огромное. В преддверии Дня Учителя в Самаре при поддержке депутатов городской думы пройдет и масштабная акция «Самара. Цветущий сад», в рамках которой по периметру школ и детских садов посадят полторы тысячи саженцев яблонь самарских сортов. Спартак, Куйбышевская, Жигулевская, Кутузовец и Северный Синап. За сутки в Самарской области зафиксировали 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе 105 234 человека. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписались 85 487 пациентов. Четыре школы Самарской области переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Половина этих учебных заведений переходит на удаленный режим обучения из-за коронавируса. Еще две из большого количества учеников, заболевших ОРВИ. В 189 школах региона по тем же причинам закрыта часть классов. Напомню, на областном оперштабе по предупреждению распространения ковид-19 губернатор Дмитрий Азаров заявил, что решение о переводе отдельных классов и всего учреждения на удаленку руководство образовательной организации вправе принять самостоятельно, если 20% обучающихся класса ушли на больничный. 1 миллион 130 тысяч 584 человека привились от ковид-19 в Самарской области. Сейчас в регионе проходят одновременно две прививочные акции против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Медики рекомендуют в первую очередь вакцинироваться людям старше 60 лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, а также детям, подросткам и студентам. Важно, чтобы вакцина от гриппа была введена не ранее, чем через 30 дней после последнего компонента антиковидной прививки. Перед наступлением устойчивых морозов врачи советуют провести всевозможные процедуры по защите иммунитета. Это максимально обезопасит от негативных последствий в эпид-сезон. Не секрет, что сейчас у нас идет третья волна, тяжелая волна новой коронавирусной инфекции. Отмечается рост заболеваемости. Поэтому, конечно, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от этой тяжелой инфекции, нужно, конечно, вакцинироваться. К сожалению, эта болезнь полиорганная, она поражает все органы, она поражает, в первую очередь, это легкие, это кора головного мозга, это сердце, это почки, ну и так далее, и тому подобное. Количество пациентов, которые попадают ко мне в стационар, среди них практически нет людей привитых. То есть это все люди, которые не привелись по каким-то причинам от коронавируса. Это первое. Второе. Есть ли больные, которые переболевают после привида? Да, может быть и есть. Их очень мало. Они переболевают, но степень тяжести совершенно другая. Вот я, например, привился и уже даже ревакцинировался. 4 тысячи квадратных метров дороги приводят в порядок на улице Ленинской на участке от Льва Толстого до Некрасовской. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». По просьбе местных жителей укладка асфальта идет только в дневное время. Как ведутся работы, увидела наша съемочная группа. В последние годы в Самаре отличительной чертой дорожно-ремонтной кампании является участие в контроле не только специалистов, но и общественности. Региональный координатор нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Алексей Степанов с утра пораньше уже на ногах. Оценивает ход ремонта улицы Ленинская на участке от Льва Толстого до Некрасовской. Здесь полностью завершили фрезерование, сейчас идет укладка нижнего слоя асфальта. Главное, отремонтированная улица будет безопасна как для пешеходов, так и для водителей. Эта дорога проходит через центр города и характерна большим количеством пересечений других улиц, двориквартальных проездов, добровых въездов. На уже выполненных участках мы видим большое количество новых знаков, новых светофорных объектов, пешеходных ограждений и дорожной разметки. Все делается по технологии в соответствии с конкурсным заданием. В целом хорошо стали ремонтироваться, гораздо лучше стало, особенно в центре города. 4 тысячи квадратных метров приводят в порядок 15 единиц техники и бригады из 15 человек. Асфальтобетонное покрытие укладывают в два слоя. Помимо этого заменяют крышки дождеприемных и смотровых колодцев. Выводят их в один уровень с поверхностью дороги. Увеличится количество парковочных мест. Пешеходные зоны также обновят, в том числе и съезды во дворы. Все это осуществляется посредством техники, асфальтобетонного укладчика, катков разного тоннажа, разного действия, статического и динамического. Ну и, соответственно, сопутствующая техника, экскаваторы, похолодеры и все остальное. То есть, что потребно для выемки асфальта, грунта, еще чего-то, для ремонта полотна. После окончания основных видов ремонтных работ выставит предусмотренные дислокации средства организации дорожного движения и установит ограждения. Контролирует на каждом этапе ход комплексного ремонта улицы Ленинская в рамках нацпроекта безопасной и качественной дороги, муниципальное учреждение, дорожное хозяйство. Работы по ремонту объектов ведутся на протяжении уже двух лет. В текущем году работы ведутся на участке улицы Ленинская от дома 1 до улицы Чкал. В общей протяженностью 2,8 километра. Если говорить о выполнении работы в текущем году, то в общем работы по объекту выполнены более чем на 80%. Надо отметить, что объект уже находится в своей завершающей стадии. Улица Ленинская очень важна не только для жителей тех районов Самары, через которые она проходит, но и для всех горожан и гостей города. Здесь располагаются офисы крупных компаний, музеи, стадион Динамо, собор Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому дорога активно используется как по будням, так и в выходные дни. Проехать по обновленному покрытию улицы Ленинской водители смогут уже в конце октября. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Самые доступные по цене виды рыб селедка и минтай подорожают. С чем это связано? Отгрузка рыбы сократилась из-за двукратного повышения стоимости перевозки в рефрижераторах. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 1 октября – 72,66 рубля, евро – 84 рубля, 30 копеек. Нефть марки «Брент» торгуется на отметке 78,27 долларов за баррель. На Дальнем Востоке сократилась отгрузка минтая и другой недорогой рыбы из-за двукратного повышения стоимости перевозки в рефрижераторных вагонах. Представитель одной из федеральных торговых сетей сообщил, что поставщики предупредили о подорожении минтай на 10%. Железнодорожные перевозки в рефрижераторах и контейнерах выросли с начала года с 9,10 до 16,20 рублей за килограмм соответственно. Повышение стоимости перевозок вынудило Росрыболовство обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Глава Рыбного союза Александр Панин отмечает сезонный фактор. Потребность в рефрижераторах растет из-за повышенного спроса на рыбу в октябре-декабре. В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении РЖД субсидий из федерального бюджета на перевозку минтая из Дальнего Востока в центральные регионы страны. Однако средства пока не выделены. В августе средний размер автокредита установил очередной рекорд. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с июлем сумма выросла на 2,6%. А если сравнивать с августом 2020 года, то рост составил 31%. Увеличение средней суммы автокредита экономисты объясняют ростом цен на автомобили. В августе 2021 года кредиты на самые крупные суммы оформляли жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. При этом в ряде регионов средняя сумма снизилась. Наиболее существенным снижением отметилась Тюменская область – 6,5%. В Самарской области в августе 2021 года средняя сумма автокредита выросла на 3,7% по сравнению с июлем и составила более 1 миллиона рублей. По средней сумме автокредита Самарская область занимает 18 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования. Средний размер страховых пенсий к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей, заявили в Совете Федерации. Сейчас он составляет 17 444 рубля. В прошлом году, когда утверждали бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась таким расчетом, чтобы это было выше уровня инфляции и чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на 1 тысячу рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсий достиг 20 тысяч рублей. Что касается социальных пенсий, то они назначаются на 5 лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию и будут индексироваться с 1 апреля. Размер индексации в 2022 году 7,7%. С этого года в индексации социальных и государственных пенсий используется новый принцип. Размер выплат повышается, исходя из медианной величины социальных пенсий. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Полицейские задержали водителя, который бросил умирать пассажирку после аварии на пересечении улиц 22-го портсъезда Красных Коммунаров и Гагарина. 23-летняя девушка скончалась. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. 27-летний водитель за рулем десятки двигался по улице 22-го портсъезда и потерял управление. В результате наехал на бордюр. Машина перевернулась. По словам очевидцев, автомобиль перелетел через трамвайные пути и врезался в столб. После чего водитель выбрался из автомобиля и убежал. Сейчас полицейские устанавливают, в каком состоянии мужчина был в момент аварии и почему он не оказал помощь девушке. Чтобы автомобиль не превращали в бункер. В Самаре прошел рейд по выявлению машин, тонированных не по ГОСТу. Нарушителей оказалось немало. Сотрудники госавтоинспекции выписали 40 штрафов. О том, чем опасна чрезмерная тонировка, расскажут наши корреспонденты. Молодой студент Денис Кадеров за рулем автомобиля всего полгода, но уже чувствует себя на дороге уверенно. Поэтому решил, что тонировка ему не помешает. Удобно, особенно когда активно светит солнце, говорит Денис. Сотрудники госавтоинспекции его оптимизм не разделяют. По правилам тонировать передние и боковые окна запрещено. Так у меня она хорошо просвечивает. Если нормально, допустим, как через мою, то почему бы и нет. Замер сведопропускаемости передних стекол в автомобиле Дениса показал. Норма превышена на 40%. Молодой человек решил сразу же устранить нарушение. Но это не помогло избежать наказания. Проверка по базе ГИБДД показала, что Денис Кадеров около двух месяцев назад уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Поэтому ему выписали штраф. По закону, если водитель нарушил правила в первый раз и согласился удалить тонировку на месте, сотрудники госавтоинспекции могут ограничиться только предупреждением. Если же нарушитель отказывается немедленно исправить ситуацию, ему выписывают штраф и требование устранить пленочное покрытие в течение суток. При повторном выявлении данного правонарушения и в случае, если водитель не устраняет пленочное покрытие, то он привлекается к административной ответственности по статье 19.3 Кодовского административного правонарушения, где уже влечет штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест, срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. Рейды по выявлению тонированных машин проходят ежедневно. С начала года было зафиксировано более 9,5 тысяч нарушителей. Гульфия Сафина, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. В Самарской области 1 октября стартует осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. В указанный период в регионе будут проводить медосмотры призывников, в том числе с использованием тест-индикаторов для выявления наркотических и сильно действующих веществ в организме. Кроме того, перед направлением в армию юношей будут тестировать на коронавирус за счет средств обязательного медицинского страхования. Также в связи с эпид-ситуацией планируется дезинфицировать транспорт, привлекаемый для перевозки призывников. Грибной сезон набирает обороты. По словам медиков, даже лисички, которые принято считать безобидными, бывают ложными, а значит опасными для здоровья человека. Чтобы тихая охота была только в радость, специалисты рекомендуют собирать знакомые виды грибов и только в экологически чистых районах. А если вы собираетесь их купить, то делать это стоит в специализированных магазинах, избегая несанкционированных точек торговли. Готовить грибы нужно в день сбора, так как они достаточно быстро портятся. По словам врачей, блюдо из грибов не может быть основным. Лучше использовать их в небольшом количестве в качестве вкусовой добавки. Грибы – тяжелый для усвоения продукт. Их не рекомендуют употреблять в пищу детям до 3 лет и пожилым. При первых признаках отравления врачи советуют немедленно промыть желудок и срочно вызвать скорую помощь. Это достаточно крошечного кусочка, и он может достаться одному члену семьи. Все ели, а плохо стало одному. И поэтому такая иллюзия, что это что-то случайно. Поэтому позже обращаются за медицинской помощью. Это очень опасное отравление бледной поганкой. Она будет еще весь октябрь встречаться в наших лесах в средней полосе. Баскетбольный клуб «Самара» выиграл Кубок Приматова. Крылья советов ищут управу на судей в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Коротко о новостях спорта расскажет Сергей Кизоркин. Баскетбольный клуб «Самара» начал очередной спортивный сезон с крупной победой. Кубок памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова среди мужских команд в очередной раз выиграли волжане. 16-й турнир проходил с 27 по 29 сентября в МТЛ-арене. С именем этого тренера связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он создал в 1976 году команду «Строитель», которая в 80-е годы выступала в высшей лиге чемпионата СССР. БК «Самара» – правоприемник «Строителя». Действующим обладателем трофея является «Самарская команда». Формат соревнований не раз менялся. В этом году трофей, как и год назад, по круговой системе разыграли четыре команды. Лучшая команда Суперлиги-1 последних лет – «Самара», действующий обладатель Кубка России – «Темп СУМЗ» у ГМК «Ревда», а также у «Фимец» и «Купол Родники». Крылья Советов ищет правду в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Спортивный директор клуба Сергей Корнеленко сообщил, что они написали протест по поводу арбитров в матче девятого тура чемпионата страны, когда они проиграли питерскому «Зениту» 1-2, пишет один из спортивных сайтов. Рассматривается несколько эпизодов. Это единоборство Дзюбы и Чернова, после чего Артем забил мяч, пенальти в наши ворота, и когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, а также игра рукой Бариоса. Цитата Корнеленко. Здесь важен сам факт. Мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с Уфой. Мы всегда защищали и будем защищать команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова